я хочу во первых поднять вообще тему болевой функции есенина да то есть в чем у есениных сложности и второе очень насыщенно дать информацию о том чем есенин может быть полезен миру это связано с такой болью которая встречается очень часто нереализованность особенно профессиональная нереализованность интуитивно-этического интроверта такое часто прям наблюдается даже даже легенды до мифы стереотипы об этом слагаются поэтому давайте разбираться итак первое да поговорим какие боли есть у есть и сегодня мне в третьем чате написали а какие боли у болей ну добавили мы еще доберемся сегодня про еси второе какие стереотипы есть о есениных и насколько они правдивы и будем касаться именно тех стереотипов которые так или иначе задевают эти самые боли да или сильные стороны кстати говоря третий момент опишу сильные стороны и четвертый момент опишу слабые стороны есенина я не буду дублировать все что есть в описании да вы могли почитать на сайте в книге поэтому я буду говорить ну с одной стороны общие вещи но постараюсь сказать также то о чем не упоминалось ранее да или как-то подсветить какие-то моменты важные потом обсудим чем страшна эта деловая логика страшна ли она и вообще чем это может быть чревато вот такая болевая функция как деловая логика поэтому до какой-то степени этот вебинар может быть полезен всем у кого деловая логика одномерная вообще до слабая сюда же есенин достоевский гексли и дюма в общем всем полезно да дальше ключевые пользы которые может дать миру есенин и мы конкретизируем эти пользы начиная с общих моментов до к частным мы определим те сферы в которых он наиболее полезен и разберемся почему именно ему подходят те или иные профессии то есть не просто список профессий да иди занимайся чем хочешь а почему они подходят какой принцип почему мы понимаем что они подходят подходящие для есенин вот так же я в конце оставлю времечко на ваши вопросы походу я не слишком буду обращать внимание на чат потому что у меня есть своеобразный план до того что я хочу донести так что это считается своеобразная лекция укладывайтесь усаживайтесь устаивайтесь поудобней вот пообщаемся про есечек и так леся вы будете мне помогать по чату да все леся будет помогать по чат по чату я могу быть спокоен все самые интересные вопросы мы рассмотрим и обсудим где-то в 2130 такс хорошо какие боли и ложные установки есть у есениных именно у есениных не связанные с ними мифы а именно вот что чаще всего я наблюдаю я не скажу что это прямо напрямую связано с социотипом это не всегда и не обязательно исходит из социотипа это может быть какая-то личная история да еще какая-то психологическая история но все-таки какие-то вещи очень имеют сильные тенденции то есть есть тенденции устойчивые что если первое не могут себя продать есенину трудно продавать свои услуги назначить себе цену то есть он может что-то делать такое да в общем то полезное да это полезное очень часто сосредоточено может быть в рисовании где-то в дизайне может где-то он просто чувствует настроение атмосферу отношения в чем-то он может быть психолог в чем-то он может быть какой-то музыкант какое-то видение у него у него есть творческая да но такая мысль у есенина может проскочить до что все это непонятно как монетизировать то есть и непонятно кому это нужно хороший парень не профессия да и хорошая девочка не может быть профессии в прямом значении да поэтому первая сложность которой сталкивается есенин это трудно себя продать но не первое часто встречаем на это часто наслаиваются какие-то психологические моменты не соционические да просто что трудно трудно назначить себе именно конкретную цену да то есть назначить ценник за товар психологический момент такой что если человек любит реально любит то что он делает он стыдится брать за это деньги вот за джеками такое реже замечено джек не стыдится брать деньги зачастую да практически ни за что может я утрирую да подшучиваю ну так второй момент не есенин и часто надеются на сарафан и добрых людей да то есть когда они у них не получается профессионально сориентироваться да и продать себя свои услуги свой товар как-то зарекомендовать себя на рынке как-то резюме классное составить или как-то задержаться в какой-то корпорации компании фирме там тра тата есенин часто выбирает фриланс и в общем то это неплохо да я такой классический вакуумный случай разбираю и он надеется что как-то вот этот сарафан сам его продаст и в общем то это чистый маркетинг да то есть этот есенин никому не навязывается он надеется просто что добрые люди расскажут другим друг добрым людям и общем в беде не останешься да но это же мы понимаем что это не всегда так гладко работает в мире где есть много конкуренции где есть много встречных предложений где кто-то может не такие качественные услуги предоставлять но позиционировать себя ярче есенин конечно теряется он напускает руки да видно что как бы до славы еще до успеха какого-то до ощутимого еще ягда небо рачки да говорят на украине вот поэтому вот это вот слабое понимание того как устроены там воронки продаж да вот эти все вещи есенин часто надеется на сарафан и медленно развивается но его дело медленно развивается третья боль не может себя прорекламировать зачастую то есть даже не хочет правильнее сказать не хочет себя прорекламировать потому что есть ложные убеждения часто встречается что реклама это как бы вранье да то есть такие как-то девственные помыслы святошеские у есениных часто встречаются до что зачем врать зачем вот это вот все как показуха вот это да будь настоящим да не ж такие как бы чувствительные зачастую люди психологи и вот они не любят как бы рекламу потому что ну как бы о хорошем товаре и так должны узнать а вот эти все таргетинговые рекламы контекстные рекламы вот это вот мелькать постоянно да где-то впаривать да есенин думает что он сразу впаривает да вот это вот болевая деловая логика проявляется отчасти так что человеку ему может казаться что ну просто рассказать о пользе которую он может предоставить это уже какое-то впаривание да то есть это как бы такое болевая функция проявляется так что крайности либо либо все либо ничего да и тут вроде нет такого что ты впариваешь ты просто рассказываешь о своих услугах и том что ты можешь делать лучше всего красиво это преподносишь это не впаривания человек сам делает выбор покупатель не покупать да но очень часто весельных встречается да вот такое крайнее понимание деловой логики что если реклама значит вранье значит впаривание при украшения при украшательства зачем это делать я не говорю что так у да я прекрасно понимаю что есть и другие есенины просто я сейчас хочу сделать срез по средней температуре по палате вот средняя температура такая да потому что специфическая специфически накладываются ценности квадры специфически накладываются сильные слабые функции ну какие именно и как накладывается чуть позже поговорим то я сейчас просто озвучиваю боли которые переживают братья и сестры есенин потом какой-то там пункт забыл какой по счету ложное убеждение часто есть что и деньги это зло да это тоже не так чтобы это социотипный момент но все-таки тенденция такая да что за джеками штирлицами реже замечены такие установки до снова такие мы встречаем какие-то проявления возможно до болевой функции крайнего восприятия крайности каких-то по болевой функции либо все либо ничего и часто у есениных формируется такое идеалистичное восприятие мира романтизированное где денег нету где товарно-денежных отношений нету где документов нету где налогов нету где нету какого-то бухгалтерии до формул цифр вот этого всего нету да и вот без этого как-то легче как-то проще как-то хочется мир зачастую до в котором этого всего просто нету и как-то свободнее дышится вот и поэтому все что ассоциируется с этими сферами да она как-то часто занижается важность понятно что они от этого не перестают пользоваться благами цивилизации есенины продолжают расплачиваться в магазине не песнями не стихами деньгами да будь то электронными или бумажными но вот такой внутренний конфликт зачастую наблюдается то есть может он и пользуется деньгами но давно часто может сказать ног бы счастье же не в деньгах да вот вот какие-то такие штуки опять же повторюсь что это может быть не у всех людей кто-то для себя прекрасно пережил этот момент и не родились у него такие ложные убеждения но и замечательно дальше часто у есенины встречается ложное ощущение собственной бесполезности почему я заведомо говорю ложное но потому что но она точно не истинная но конечно же каждый человек может представлять какую-то пользу если он конечно не в крайней степени инвалид да то есть принципе если человек способен сейчас смотрите слушать да и понимать этот вебинар это значит у него есть и другие какие-то склонности способности вот а те у кого их уже нету вебинар не услышат вот ложное ощущение собственной бесполезности то есть в любом случае у каждого человека есть какие-то таланты способности просто откуда берется вот это ощущение собственной бесполезности оттуда что мир не только в двадцать первом веке всегда нес какие-то практичные меркантильные предметные объективные ценности да но проносил как ценность да ну то есть еда всегда ценность кровь всегда ценность семья всегда ценность не знаю благосостояние всегда ценность комфорт всегда ценность да умение разбираться в каких-то технологиях да делать свою жизнь более качественной с помощью технологий это всегда ценность но у есенина трудно с этим то есть ему он может этим всем пользоваться да вот такими как конкретными да сенсорными и как это в украинском слове есть слово слово такое классное в украинском языке и слово надбанья как будет надбанья на русском какие-то ценности благо да есть приобретение что ли и вот есенин конечно ими пользуется но вот прям как устроена эта лампочка да ему зачастую трудно понять или да он может водить машину на самому ее починить трудно или там велосипед может педали крутить но где там этот эксцентрик и какой размер рамы и где-то написаны как это понять да это зачастую бывает сложно а достояние да спасибо вот и есенин такой обнаруживает себя в мире где ну там в эти трещат пробин про биткоины эти туда куда-то что-то программируют тут значит нужно на права сдавать надо ну там механическая коробка передач там надо разбираться тут стиральная машинка это куча кнопок тут оба студия с которой надо трансляцию начинать и ты не понимаешь куда тыкать да в настройки какие в этом просто труднее разобраться есенину чем каким-то деловым логиком да или там просто там каким-то просто логиком даже на самом деле вот то есть все что такое сенсорно предметно конкретно и она просто сложно дается особенно когда дело касается механизмов техники алгоритмов каких-то до формал цифр вот поэтому конечно мир как бы стоит на этом ну нельзя сказать что мир стоит только на вдохновении стихах и истории на идеях хороших светлых так тоже можно мыслить да можно сказать что миром правят идеи да ну просто на самом деле все на этом и на том стоит и на том стоит это как два крыла духовная до условно говоря и и материальные вот но почему-то у есениных часто складывается ощущение собственной бесполезности именно ввиду того что они не чувствуют вот этих практичных вещей каких-то таких технологичных вещей о которых да они часто слышат но не могут до конца понять что она собой представляет какая-то там экономика к примеру 3 3 говорю ну какой-то там по счету дальше у есениных часто есть мысли о том что до любая работа куда бы он не пошел связано с документами бюрократии но часть отчасти это так но есенин забывает подумать что есть же и творческие профессии просто творческими профессиями бывает такая история что либо пан либо пропал типа если ты сам себе художник то с одной стороны можно стать никосом сафроновым если повезет да и там твои картины будут политики заказывать а с другой стороны может не поместь не повезти ты будешь бедным никопер османе который как там было как церковная мышь до беден он был беден как церковная мышь и продавал кепки по итальянскому сицилийские кепки да вот эти вот это он продавал их вот и последняя да а продолжим мысль простите что-то я немножко не собран продолжим мысль что ему кажется что везде документы бюрократия поэтому хочу себе максимально творческую работу и отчасти он будет прав да просто им будет трудно на всех таких классических работах поэтому нужно творческую с творческими часто проблемы и чаще всего что я наблюдаю возле себя каких есениных они часто выбирают какой-то дизайн фриланс какой-то вот прям много среди сильных дизайнеров я не скажу что это лучше всего им подходит но это хорошо неплохая подходящая довольно профессия но можно сказать что не задействует прям всех граней это скорее некий компромисс и последняя до чем бы я наверно закончила описывать боли братьев и и сестер это сложности элементарные сложности с ремонтами с сифонами с какими-то гвоздями молотками это то что нужно попросту делегировать вот скажу прямо счастливы те есенины которые знают что они есенины они знают про соционику и они у них не будет этого комплекса неполноценности знаете потому что может быть много есениных которые просто думают что они просто мама злепым и не снежку не думаешь что блин ну что я за человек такой ненормальный да в какой-то мере это не может служить оправданием да но в какой-то мере это все-таки объясняется слабыми сторонами и не все парни обязаны разбираться в устройстве двигателя внутреннего сгорания но не все парни обязаны разбираться там в экономике и не все парни обязаны понимать как там чинить эти сифоны и т.д. и т.п. то есть для каких-то вещей можно вполне позвать профессионалов а самому состоятся в чем-то другом в чем ты лучше этот блок завершили да такие есть более у есениных может есть еще какие-то да я выделил такие какие-то часто встречаемые понимаю что они опять же повторяюсь на всякий случай для тех кто только присоединился понимаю что они присущи далеко не всем вот просто это какая-то тенденция такая общая которая построена на слабых сильных сторонах дальше сейчас будет блок стереотипы о есениных да и тут я несколько поназываю да а вы дополните пожалуйста в чатике напишите какие бывают стереотипы о есениных но я вот начну да часто они конечно построены на слабой деловой логике почему-то это именно это чаще всего высмеивается да и отсюда первый же такой миф что они ленивы сразу же дюма тоже прилетела да по этому поводу что это как-то ассоциируется с ленью что если вы штирлиц он весь такой карьерист и деловая логика и надо постоянно что-то делать то есенин как бы существо более созерцательное потому что интуиция времени это не про практичность это про некое наблюдение про некоторое осмысление да поэтому ну чисто как не знаю образно он выглядит более неподвижным чем тот же штирлиц далее чем тот же джек но нельзя сказать что он ничего не делает то есть лени как таковой нет как феномен как бы есть слово но феномена такого нет лень означает отсутствие мотивации и вот вопрос лишь в чем эта мотивация есть в чем ее нет если у есенина нету мотивации к сфере деловой логики это отнюдь не означает что он ленивый человек у него есть мотивация в чем-то другом и там он совсем не ленивый я наверное сегодня не удержусь от того чтобы не вспоминать одного знакомого ну и многих других кстати произошла знаменательная встреча есенина я буду даже называть имена я думаю они обидятся он на все согласны вот приходит олежка и приходит дима и они встречаются олежка есенин дима максим горький и и дима максим горький он всю жизнь такой бухгалтер там начальник кассового блока там кстати он у нас фильме human снимался и приходит олежка ну там в кафешке мы сидели и олежка и справа у олежки спрашивают там чем ты занимаешься как ты ну чем зарабатываешь как живешь вообще что ты за человек такой и он не внедряясь в подробности своей профессии говорит но это на этой неделе что-то ничего не хотела сделать ходил по лесу фотографировал кору собирал потом вот покажу тебе там вот видео на снимал я ничего не делал как бы и у этого горького просто крышу снесло типа как так можно жить да то есть он каждый день там с утра до ночи 24 на 7 подбивает отчеты а тут такой взрослый парень до есенин тем не менее прекрасно себе фоткает кору при этом не нищий человек да тоже доходы есть летает по бали все нормально вот но вот как-то может себе позволить собирать кору в рабочий день вот дальше да какие стереотипы первый стереотип лень мы уже разобрали что это не совсем лень второе виктимные беспомощные да такие как я не хочу говорить жалкие но часто почему-то люди так называют да что какой-то жертва жертва да виктимный какой-то беспомощный вот опять же с чем это связано просто с одномерной деловой логикой и одномерной волевой сенсорикой вот то есть существо действующие по наитию по вдохновению интуитивно да и не разбирающиеся в каких-то таких насущных вопросах да обрастает вот такими мифами то есть нельзя сказать что виктимный там есть огонек как бы в сложных ситуациях вся вторая квадра она очень мобили мобили мобилизируем и вся вторая квадра дано на пожар 1 побежит с этим нет проблем везде где волевая сенсорика ценностная там все такие на стрёме что третье что вторая квадра какой еще там есть стереотип типа ноющие до ноющие сильно но это вообще не социотипное я так я часто просто это слышу что есенины ноют но я если честно нет я такое прям ну не замечаю за есенинами чисто какая-то психологическая драма может быть у кого-то да это что они эмоциональные интроверты до этик эмоций плюс интроверт и вот может кому-то это кажется нытьем но я бы это так не называл может это что это по работе вы поняли отсылку до активным историям и в итоге я сейчас хочу уже ваши версии послушать до стереотипах озвучу их которые вы напишите я бы просто закончил свои стереотипы объяснением откуда вообще берутся эти стереотипы да это специфическая спайка функций которые есть только у есенина вдумайтесь теперь интуиция времени этика эмоций интроверсия и болевая деловая логика это же просто целый институт космонавтики но я так шучу да то есть улетевший взгляд вот такой до визитная карточка вообще есенина не типируйте по взгляду просто часто так бывает да интроверсия дает вот эту погруженность в себя вкупе с интуицией может давать мнительность да потому что идеи быстро развиваются но при этом остаются все в себе не озвучиваются не как это не согласовываются с мнениями окружающих они в себе и при этом бурно развиваются потому что интуиция при этом это еще довольно иррационально плюс эмоционально да потому что этика эмоции сильная рациональность поэтому это не всегда опирается на разум на рацию это опирается на чувство на иррацию и это может быть весьма мнительно это прекрасно для развития фантазии, но это пагубно, потому что это может приводить к раздуванию из мухи слона. Вот такая штука может родиться у Есенина. То есть, он может сам в себе напридумывать проблем и там их бурно в себе решать. У Дон Кихота, к примеру, может быть похожая ситуация, но он же все-таки экстраверт. Он будет решать несуществующие проблемы вовне и озвучивать, и у него больше шансов их быстрее разоблачить. Да, Есенин более такой, может быть, мнительный. Но подчеркиваю, это не... Я всегда это буду повторять, потому что важно понимать, что это не 100% случаев, это не обязательно так происходит. Я говорю о склонностях, но не описываю характеристики социотипа. Понимаете меня? Вот это важно, чтобы потом не было в комментариях, что он назвал Есенина такими-сякими. Это склонности, но не характеристика социотипа. Вот, поэтому вот такая спайка функций, что вот такой он космонавт, короче, этот Есенин. Вот девушка пишет, еси очень духовные, я ценю это в них. Здорово, что вы видите в этом плюс и цените духовность в есях, но если говорить конкретно о таком явлении, феномене, как духовность, вот я бы его не смешивал вообще с функциями или характером человека. Если мы говорим о духовности как о наборе морально-этических каких-то норм, то возможно, но больше все равно зависит от уровня сознания человека. Если мы говорим о духовности как о трансценденции, антиматерии, метафизике, то этими, как бы, такими, не знаю, свойствами, что ли, да, или познаниями, или воззрением, или мировоззрением таким трансцендентным может обладать любой социотип, независимо, да, от набора функций. Поэтому, вероятно, то, что вы цените в Есениных как духовность, скорее всего, просто является вот этими функциями, какими-то, да, такими, как это, наблюдательными. То есть, он такой созерцатель немножко по жизни, да, поэтому на фоне, конечно, активно действующего Жукова Наполеона, он смотрится как мудрец, да, пока там Жуков тысячу дров наломает и насобирает, он просто будет сидеть на берегу реки и смотреть, как труп врага проплывает по реке, да, Есенин. Вот поэтому, может быть, кажется, что более духовный. Но завершу этот пассаж тем, что вообще у нас есть просто такая склонность считать, что вот такие люди, которые разговаривают очень медленно, с паузами, я бы даже сказал, будто они таят какую-то загадку, недосказанность. К примеру, Несаргадапта Махарадж или Шри Аурубиндо, может быть, Ошо или Муджи или Садгуру. Все они кажутся нам чуть более духовными, чем вот эти гексли, которые постоянно разговаривают, и тебе то вспомнят, и то вспомнят, да. То есть, у нас люди-говруны почему-то ассоциируются с недуховными существами, а те, которые говорят медленно и размеренно, ассоциируются именно с духовностью. Вот, поэтому будьте осторожны с такими вещами. Не все, что интуитивное, интровертное, то духовное. И не все то, что сенсорное и экстравертное, не все это материалистичные, вульгарные материалисты. То есть, бывают люди весьма простые, весьма напористые, весьма решительные, весьма разговорчивые, и при этом наделены духовными качествами. Простите, что я так остановился именно на этом комментарии, просто, видимо, срезонировал. Что, обманщики Есенины? Есенины обманщики. А где такой вообще? Что там, лжицы? Лжицы. Ох, Калинаускаса, чувствую. Чувствую дух Калинаускаса. Не, ну я думаю, даже нет смысла разбирать такие стереотипы, да, о том, что Есенины лжицы и интриганы. Может, это чей-то конкретный печальный опыт взаимодействия с какими-то конкретно печальными Есенинами, и то не факт, что это Есенин. То есть, уровень сознания неравносоциатив. Дальше. Раздувание из мухи слона – это не такой уж стереотип. То есть, отчасти да, но отчасти нет. Я это уже вкратце поднимал, эту тему. Давайте еще чуть-чуть. Откуда берется раздувание из мухи слона? В первую очередь, это, конечно, как это, ошибка логики, да, то есть, это просто не логичное, а логичное такое мышление, в бытийном смысле, не в социаническом. Но все-таки этому служит добрую службу или злую службу интуиция и интроверсия, да, и рациональность. То есть, человек большое внимание уделяет своим чувствам, своему чувственному опыту, не рационализируя его. Второй момент – он это делает интровертно, да, и в-третьих, он это развивает, эту мысль интуитивно. То есть, оттуда склонность делать из мухи слона. Но не сам этот набор функций равно раздуванию из мухи слона. То есть, в принципе, можно и без этого. Можно к этому нормально стремиться и так жить. Что? Что Есенины склонны к алкоголизму больше, чем другие социотипы. Класс! Есенины склонны к алкоголизму больше, чем другие социотипы. Сейчас, дайте я подумаю. Я даже не знаю, чем это разоблачить. Никак не разоблачу. Что есть, то есть. Что есть, то есть. Да, нет, ну всё, я не знаю. Я даже не могу это никак прокомментировать. Ладно, мелким шрифтом, вот здесь внизу экрана, на всякий случай, алкоголизм и социотипы вообще никак не связаны, если вдруг кто-то воспримет всерьёз. Знаете, в последнее время участились комментарии просто на Ютубе, где люди прям всерьёз воспринимают каждое наше слово. То есть, когда мы даже шутим, всегда находится какой-то чувачок с плохим настроением, который пишет, а там типирует по внешности, а Башко говорил, и Достоевские добрые, поэтому они Достоевские. Ладушки, это неизбежно, это весело. Дальше, идём в следующий блок нашего повествования. Сильные и слабые стороны социотипа Есенина. Есенина давайте, как бы, не в бровь, а в глаз. Описание большое на сайте есть, но я хочу сейчас вот-вот точное такое описание дать, да? Этих двух базовых функций. Нам не нужно сейчас там ограничительные ролевые, нам важна интуиция времени, этика эмоций, деловая логика, волевая сенсорика. Вот четыре функции, которые реально контрастно, ярко дарят понимание социотипа. Всё остальное, это мелочи жизни. Итак, интуиция времени. Что это такое? Это, вот нравится вам или не нравится это определение, придётся принять его. Это контекстомыслие. Мышление в контексте. Не локальное мышление, точечное, как у Штирлица, сенсорика, делового логика, а мышление в развороте, как мышление большими категориями, растянутыми во времени категориями, мышление в динамике. Я сейчас буду говорить образами. Готовьтесь, образы. Есенин смотрит на гору и видит, как она меняет свои формы, как море. Я образно сейчас выражаюсь, если что, я не, крыша, кукуха не поехала. То есть, Есенин смотрит на мобильный телефон и думает не про функционал, интуиция времени думает о том, как зарождались коммуникации, связь, а что такое речь человека, когда впервые заговорил человека, когда впервые изобрели телефоны, какие будут телефоны потом, а как тут оказался этот телефон, а что этому предшествовало, а что поменяется, а какими они были, а какими станут. То есть, мышление даже об объектах, как о феноменах во времени, как о динамичных феноменах, контекст о мысли. Вторая характеристика интуиции времени – это прообразность и метафоричность, некая обобщенность. Это некая способность, может быть, какие-то частности обобщать и преподносить как какую-то универсалию. В общем, образная речь. Ладно, не буду усложнять. Короче, метафоричность, иносказательность – это тот самый случай, когда, к примеру, страус опустил голову в песок. Если разбирать это микроскопом соционическим, у нас получится страус какая-то сенсорика, песок сенсорика, засунул голову деловая логика. Ну, вот такой у нас получится – каламбур. Реально – это метафора. Это означает состояние страха. Это означает состояние иллюзии, когда ты думаешь, что спрятать голову в песок достаточно, чтобы уберечь себя от опасности. Вот эта метафоричность – она присуща интуитам времени или всем, у кого интуиция времени четырехмерная. Что Бальзаком, что Робеспьером, что Есениным, что Достоевским. Вот. Дальше. Есенин, благодаря интуиции времени, обращает внимание на временные отрезки и своевременность событий или несвоевременность. То есть, когда что происходит, когда это было, что изменилось. Было, стало, было, стало, было, стало. Это очень много в речи. Даже когда Есенина не спрашивают, он нет-нет, да и упомянет. А это вот, когда мы там ездили, он тогда еще к нам пришел, а в тот раз, а сейчас уже там по-другому. Ну, не важно. Так вот, я к чему. Очень частое такие улетания. Еще какая характеристика интуиции времени? Разборчивость в ритмах и темпах жизни. Как жизни, так и отношений, так и на киноленте и аудиодорожке. То есть, где уместнее замедлиться, где уместнее ускориться, где пора уже как-то активно что-то делать, где можно немножко повременить. Да, и это экстраполируется, распространяется на любые сферы жизни. Начиная с того, когда вскакивать и бежать на маршрутку, и заканчивая тем, как на, к примеру, при монтаже видео, на аудиодорожке, где ей лучше начаться, где закончиться, чтобы вот нужный, нужного эффекта добиться, какого-то эмоционального. Точно так же в отношениях, да, или еще где бы то ни было. То есть, вот эта вот способность много, обильно и часто, я бы сказал, постоянно обращать внимание на своевременность, на контекст. Дальше мы еще будем говорить про интуицию времени, я просто хотел дать определение и достаточно такое емкое. Одним словом, это контекстомыслии. Мышление о жизни в контексте, в более широком контексте, нежели обсуждается, нежели подразумевается. Вторая главная функция, ведущая Есенина, которая определяет его психотип, это этика эмоций. И в первую очередь, этика эмоций оценивает, создает и регулирует эмоциональное состояние. Своё, людей. И речь идет о том, что Есенин много на это обращает внимания. То есть, поймите, то самое время, когда Штирлиц обращает внимание на какие-то технические аспекты, сенсорные моменты и подробности, технологические, устройства какое-то, как из этого что-то может получиться, это самое время Есенин занимает другого рода мыслями. Зачастую, да, в комфортном, естественном состоянии, без принуждения. Вместо этого он бы с радостью лучше подумал, с радостью, подумал о эмоциональном состоянии. То есть, грубо говоря, заходит в кафешку Штирлиц и Есенин, и Штирлиц видит, как устроена кофемашина и грязный ли у него носик. Реальная история. А Есенин смотрит, какая атмосфера там царит. Общая, да, эмоциональная. То есть, такой простой пример. То есть, внимание Есенин, оно реально часто приковано к эмоциональному состоянию. Не только людей, даже атмосферы. И что интересно, оценка эмоционального влияния может производиться даже в плане предметов искусства или просто места. Ну вот, к примеру, я толком никогда не слышал от Габенов, Штирлицев таких определений, как там таинственный лес или страшный лес или райский сад там или что-то. Знаете, такое вот, определение какой-то локации, которая вот передавала бы атмосферу. Я не говорю, что они этого не чувствуют, но социотип делает так, что они этого не озвучивают. То есть, озвучивается то, что ценностное, то, на что ты обращаешь внимание, то ты озвучиваешь. На что ты как бы вскользь обращаешь внимание или как-то подсознательно, ты это не озвучиваешь. Я зачем постоянно привожу в пример Штирлица или Габена, чтобы на контрасте было понятнее. Вот. И Есенин, он реально прям, вот он, вот смотрите, вот телефон. Деловые логики подумают, ага, там что там, айфон, сиоми, или что там, хуавей какой-то, там сколько камер, 4, нафига 4 камеры, а вспышка зачем, так, что там, что там, есенин смотрит на телефон, желтенький, веселый какой, летний телефон, да, вот вам как бы разница, восприятие. И так можно обо всем, про место, про объект, про человека, то есть оценивается эмоциональное какое-то влияние. Своё, объект, а человека, неважно. Следующий момент. Ну, это в принципе то же самое сейчас. Ну, то есть атмосфера, эмоция, состояние. Потом, этика эмоций, чем она в корне отличается от этики отношений? Это драматизация. Драматизация не обязательно прям в театральном смысле, но это некое преукрашение, преувеличение, либо преуменьшение для усиления эффекта. То есть, это может проявляться в очень много чем. В выражениях, в высказываниях, в интонации, в мимике. Не нужно думать, что линзовосприятие это только семантика речи. Да, мы упорствуем в том, чтобы мы типировали именно по семантике, потому что там не прикопаешься. Можно математически посчитать, сколько раз человек за время интервью упоминал те или иные категории. Все. Точка. И без додумываний. Но, ложно считать, что это не распространяется на некое поведение. Единственное, что поэтому не нужно типировать, потому что фиг, потом аргументируешь. Вот. Поэтому реально Есенин говорит чуть более интересно с точки зрения интонации, мимик и жестикуляции, нежели социотип со слабой этикой эмоций. Правильно? То есть, одно дело сказать, дымилась роща там, ну, под горою, и вместе с ней горел закат. Вот. А нас, ну, сколько нас было? Двое. Вот. А всего ребят было 18. Вот. Это деловой логик. Говорит, да? А Есенин бы как сказал? Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. И там, ну, пошла жара, да? Потому что вот в этой, как бы, эмоции там заложен смысл дополнительный. Потому что вот это ребят, это означает, скучает он по ребятам. И это передается через образ, через эмоцию. Или там, дымилась роща под горою. Настроение какое? Настроение такое, типа, после боя. Плавненько поется, плавненько. Роща дымилась там, под горою. Типа, уже все затихло. Уже дым только идет, да? И это передается в интонацию. Интонация такая, заунывная, медленная, да? А потом, когда ребят, это уже скучание и как бы трагедия. Из 18 двое, понимаете? Хреново, хреново. Вот ситуация. Ну, в общем. То есть, это и дело этикой эмоций. То есть, она интонациями, мимикой, некими образами, символами, вкупе с интуицией времени создает вот этот шарм, создает вот этот лоск. Меня часто упрекают в том, что Андрей, Башко там вообще свихнулся, у него этика эмоций это про актеров, про театральную тему, это вообще не то. Почитайте Юнга. Все разгладится. Вот. То есть, что такое этика эмоций, если не эмоции? Блин, не, ну, честно. Там просто такие версии всплывают, типа, этика отношений, это что-то там, я даже не вспомню детально, это отношение там, что-то к себе, а к тебе, а эмоции, это к кому-то там, или что-то. Ну, в общем, я даже не запомнил, как-то по-странному. Ну, ребята, ну эти-ка отношения, это же про отношения, про чувства, про такие длительные состояния. А эмоции, это про внешнее состояние, про эмоциональное влияние. То есть, это не трудно, не трудно это не спутать. Хорошо, идем дальше. Мы характеризовали сильные стороны Есенина, да, уже в связке мы можем понимать, что образ, символ метафора, вот, плюс эмоциональная сторона вопроса, да, равно вот такая вот спайка. Не знаю, как ее назвать, вот такая спайка. Слабые стороны социотипа. Теперь характеризуем слабые, после этого я перехожу к мясу, ну, я вегетарианин, к сейтановому мясу, к характеристике ключевых польз, которые может дать Есенин этому миру. Зачем я сейчас упоминаю про слабые и сильные стороны, чтобы, как бы, информация логична, из одного следовало другое. Стараюсь, как могу, логику использовать, да, вот, что мы должны сначала вспомнить и осознать, в чем эти, как бы, его сильные и слабые стороны. И после этого нам станет понятно, почему именно эти пользы Есенин реально может нести, почему это ключевые пользы от него. Ваше здоровье, братья и сестры. Котка не пьет. Да, конечно. Да, Есенин пьет, видите, стаканами. Вот. Короче, слабые стороны социотипа. Напоминаю, прежде чем я начну приводить примеры, ну, или продолжить приводить примеры слабых сторон Есенина, напоминаю, что это, ну, линзы, линзы восприятия, а не качество и поступки. То есть, социотип – это линзы восприятия, но не качество и поступки. Вот так. Деловая логика. Деловая логика означает, что туда не направлено внимание, в первую очередь. То есть, в комфортном, в нормальном, среднестатистическом своем природном естестве Есенин реально не думает в сторону механизмов, алгоритмов, устройств, не стремится разрешать или понимать схемы развития прикладных задач. Катонин, ну, не идет туда мысль. В естественном состоянии Есенин концентрируется на времени и эмоциях и не концентрируется на механизмах, алгоритмах, устройств и т.д. Говорит ли это о том, что Есенин не может починить что-то, отремонтировать или разобраться в биткоинах, криптовалютах? Может. И вообще, все социотипы могут все и все люди могут все, если нужно, если припечет. Вопрос, какими усилиями? Вопрос, какими затратами? И об этом, собственно, и вся соци... Боже мой, простите. И об этом вся соционика. То есть, зачем делать то, на что у тебя уйдет много усилий, если есть другой социотип, у которого это получится быстрее и удовольственнее. А ты бы в это время в другом месте удовольствие получал. Вот. Поэтому просто не обращают туда внимания. Следственно, раз линза восприятия упускает многое из области деловой логики, значит и развиваться он там будет медленно, ему будет там трудно развиваться, и там будет больше количество ошибок совершаться. То есть, гораздо быстрее Есенин вырастет в сферах, связанных с временем и эмоциями, но не с деловой логикой. Так зачем же мучиться? Есенину сложно поэтому просчитывать какие-то коэффициенты полезного действия, потому что зачастую это очень конкретные такие параметры, вещественно-цифровые. Есенину трудно оптимизировать какие-то технологические процессы. Ну, пример с заводом и станком самый примитивный, но также в бизнесе это часто приходится делать, вообще понять это, насколько это с экономической точки зрения выгодно, невыгодно просчитать все нюансы. То есть, в целом, трудно анализировать эффективность каких-то процессов в цифрах. Какой выход из этой деловой логики болевой для Есенина избегать самостоятельных принятия самостоятельных решений в этой области. То есть, нужно прокачать ее по минимуму, грубо говоря, как я люблю шутить, чтобы в магазине не обманывали. И окей, все, как бы, и не лезть туда дальше и больше, чем требует судьбинушка тяжелая. Вот. И избегать самостоятельного принятия решений в сфере деловой логики. Это означает делегирование, это означает не стыдиться задавать вопросы тем, у кого она посильнее. Я думаю, у каждого Есенина есть друг, брат, сват, отец, вот, папа, ты мне как отец, который сможет подсказать, что-то в деловой логике. Это не проблема, не нужно бояться показаться некомпетентным там, где ты реально некомпетентный. Думаю, с этим проблем не должно возникнуть. Дальше. Волевая сенсорика. Ну, может, мы еще вернемся, да, к болевой деловой, чуть попозже. Волевая сенсорика. Трудно мыслить пространственными категориями, ну, то есть, изначально просто сознание так не настроено. Прямо мыслить пространствами, где там, что широкое, большое, низкое, высокое, да, человек любой это замечает, но думает о другом, да, то есть, мы-то понимаем, как бы, габариты осязаем, да, кинестетическая система то есть у каждого, вот, но он просто не считает нужным это проговаривать, не считает нужным думать про это, в то время, как он бы думал лучше о своем времени и эмоциях, да. Есенин не обращает внимания особо на статусные различия людей, да, или каких-то компаний, там, и Есенину трудно использовать силу и давление и волю соразмеренно обстоятельства, то есть, там, где можно чуть-чуть поднажать, он может пережать, да, а там, где надо сильно нажать, он может не дожать, я сейчас имею в виду любые ситуации, какие-то, может быть, общение, какие-то конфликты, может быть, просто какая-то некая настойчивость, и видите, здесь я уже привожу в пример какие-то качества, какое-то поведение, то есть, да, социотип не равно поведению, мы не типируем по поведению, но социотип, так или иначе, может влиять на поведение, то есть, это стрелочка в один конец, поведение не равно социотип, но социотип влияет на поведение, не равно, но влияет на поведение, вот, поэтому тут то же самое решение, то есть, покуда у тебя слабая волевая сенсорика, нужно избегать самостоятельных решений, принятия самостоятельных решений в этой области и пользоваться советами других, живой пример чтобы все не думали что и волевая сенсорика это только про армию живой пример думали делать ремонт мы в квартире с лесси вот и у нас просто вот вот просто не работает так мысль что стену стену можно сдвинуть она там не несущая да ну в любом случае ну как как это стену сдвинуть а там к нам пришли там горькие говорят так вот эту стену можно значит снести вот эту подвинуть вот эту же чуть там утолстить а вот эту можно вот до половины значит и вот тут укатать как бы так все понятно когда они говорят но самому просто в голову не пришло что стену можно сдвинуть да то есть вот как бы волевая сенсорика она если она сильная человек просто мыслит вот этими пространственными категориями очень быстро и легко да если у тебя это слабо это как ты даже вот не задумываешься о том зачем эту стену двигать ты сразу лучше думаешь о том как вписаться под эту стену да как бы а волевой сенсорик он управляет пространством для него стена это глина для одномерного волевого сенсорика стена это стена которую надо только перепрыгивать вот или подстраиваться вот такая тема смотрите то есть такие две сильные стороны такие две слабые стороны вот как бы это и есть суть и центр социотипа давайте сейчас не будем про про то что человек это первые 15 минут какие-то непонятные говорит по своей ролевой никогда этого не понимал итак друзья самое время самое время поговорить о ключевых пользах которые может дать миру товарища есенин первое как бы это не практично не звучало передать дух времени такое понятие есть дух время есть передать его как-то надо очевидно надо вот есенин все просто то есть что подразумевается когда нужно раскрыть атмосферу эпохи или какого-то исторического периода не обязательно исторического может быть футуристического периода есенин лучше всех потому что без этого останутся только сухие цифры и факты но реально без во-первых широкого контекста мы потеряемся в деталях и без эмоционального окраса мы все уснем понимаете поэтому когда нужно рассказать про историю или будущее или про ну что-то в контексте и эмоционально есенин ну и гамлет в принципе можно тут гамлета тоже прекрасно себе упомянуть своевременно своевременно упомянуть гамлета второй момент есенин ценен там вторая польза от есенина где нужно романтизированное преподнесение реальная польза друзья не думайте что это не полезно не думайте что идеализация это бесполезно люди хотят этого люди хотят мечту люди хотят легенду люди сейчас без без легенды не купят ничего сейчас даже попить кофе эта атмосфера сейчас кофе стал мальчиковым девочковым кофе для бодрости кофе для я не знаю кофе как проявление статуса кофе как пледик и камин кофе как аромат осени кофе как бог знает что вообще кофе как деловая встреча это кофе миллион атмосфер можно из одного кофе только вытянуть и это атмосферы это романтизированное преподнесение напитка заметьте какие кофейни более успешные а какие менее очень просто менее успешные те кофейни на которых написано кофе свежий кофе . но более успешные те кофейни которые говорят там starbucks круглые столики networking коммуникация у нас тут тусовка у нас тут communication что-то там приходи знакомься с людьми вот что такое атмосфера starbucks к примеру да и индивидуальный подход мы напишем твое имя махоманда лишь варамах парамахам самахеш варананди там на стаканчике вот и эта атмосфера это определенный как бы шарм поэтому романтизированное преподнесение это реально крутая фишка есениных и в этом нуждаются самое важное понять что в этом нуждаются люди без легенды во-первых скучно жить во вторых ничего не продается уже даже я вот недавно просто слушал папу бренда на тему трансформации на рынке вообще но я прокачиваюсь видите но там деловой логики вообще почти нет все просто слушать говорит папа бренда андрей федори что вот эти оплоты и сосредоточение консерватизма как банковская сфера за последние пять лет тоже стали проще веселее игривее кто в украине живет знает например монобанк там уже появились какие-то коты с тобой разговаривают там появились эти самые как они называются сейчас вот когда ты много-много проходишь я сейчас открою посмотрю много делаешь каких-то транзакций я вот смотрю как это называется у тебя она выроды но типа у тебя там какие-то награды образуются водка ты вот и ты там эти награды там себе собираешь зачем непонятно какой-то там приз но появляются коты появляется игра геймифицируется все зачем это делать в банковской сфере человек инфантилизируется человек хочет эмоцию даже в банковской сфере раньше это было про надежность про стабильность оплот доверия надежности и безопасности банк сейчас банк это уже коты игры и коты вот поэтому ну человек этого хочет реально и в конце концов другой сейчас пример будет вот просто посудите посудите по себе какие истории вы реально запоминаете а какие ну особо нет вот к примеру я учился на историческом факультете лет шесть и многие вещи оттуда я просто не запомнил очень многие я очень об этом сожалею но я реально не помню больше половины того что мы там проходили к превеликому сожалению было как-то скучно ватинка признаться но я прекрасно запомнил кто и как открыл пещеру ну не сама пещера альтамира а самые древние наскальные рисунки человечества до палеолита времен палеолита которым 16500 лет до маленькая девочка сидела на плечах у своего папы испанца марселину санс де саутуола но это имя не запомнил не думать вот сидел у него на плечах и он нес ее по этой пещере она была там с какой-то свечечкой она говорит папа тут какой-то бык папа такой-то фигню чешек будут бык мы в пещере она воскликнула папа бык а тут косуля и папа такой да короче девочка ты маленькая ничего не понимаешь а потом папа вздернул там что-то голову и увидел таки бык таки косуля да и открыл самые древние наскальные рисунки человечества ну и он к примеру он также был историком потому что до этого эту пещеру есть еще пастухи открывали но как-то они не оценили быков и косуль вот а этот был историком он оценил и эта история она она только потому и запомнилась что там есть легенда что там есть маленькая девочка которая кричит про косу лишь там есть папа который несет свою дочку на на плечах девятилетнюю марию да вот поэтому запоминается если просто цифры факты мы далеко не уедем как бы не запоминается просто и почему так долго на этом заостряю внимание то что есенин лучший педагог поэтому что есенин может офигенного так ну преподнести материал я не говорю только эмоциями нагромоздить до какой-то мультик и бессмысленным его сделать смысл всегда можно заложить просто базовый принцип классной педагогики дали образование это развлекая увлекай увлекая направляй вот те педагоги у которых это получается это боги и полубоги эти суры божественные суры в мире образования или там к примеру структурные логики говорят там дуб дуб это дерево род деревьев и кустарников семейства буковые ты уже завтра не вспомнишь каких кустарников и что буковые но когда у лукоморья дуб зеленый золотая цепь на дубе том и там днем и ночью под ученый там все ходит по цепи кругом то про такой дуб почему-то мы запоминаем понимаете в чем разница но я не говорю про про робосперов которые забывают про аспирин и называют его ацетилсалициловой кислотой у них как-то нормально запоминанием цифру и факт да вот но в целом среднестатистический человек просто таки нуждается в эмоциональной подачи и есенин может ее дать точка вторая польза нет какая 3 3 польза которая может дать миру есенин видение перспектив с одной стороны это его чуечка с другой стороны все-таки нужно обретать какие-то компетенции я не говорю о том что он вам в любой сфере на настрадает нострадамусных предсказаний нужно изучать любую сферу где ты хочешь что-то оценивать с точки зрения перспективы но чуечка то налажено уже как линза восприятия да все равно уже анализирует сознание как было что с этого будет да поэтому давай есенин расскажи нам что из этого может получиться к примеру из какого-то проекта стартапа как он будет выглядеть я не говорю продумать бизнес-модель игру во что он может вылиться какая-то идея да будет это актуально не будет как-то вот так как можно развить как лучше позиционировать я сейчас не про бизнес механику типа воронки продаж там наполнение услугами тра-та-та я сейчас больше про внешнее позиционирование то есть как вообще этот проект привлекательным для людей окажется или не особо или там с какой-то исторической ретроспективы посмотреть или к примеру в сфере отношений есенину может быть весьма нетрудно представить да во что разовьются отношения при таких-то исходных данных то есть он как бы чувствует настроение партнеров да и уже чуть чует к чему все катится вот опять же мы не отменяем при этом психологического образования просто туда направлено внимание дальше разбираться в трендах еще одна польза есенина да о каких трендах идет речь опять же может речь идти о стилях разных эпох и он может их оживлять может их красочно как-то описывать яркий пример есть леонид парфенов в интервью гордо она говорит мы тогда снимали фильм про магомаева как про 60-е годы вдумайтесь фильм про магомаева как про 60-е годы то есть он берет человека персону которая с его точки зрения может охарактеризовать какой-то период времени снимает только про него а мы через него понимаем как все жили условно говоря да то есть раскрыть вот этот тренд эпохи чем все жили вот эту атмосферу дать людям через образ через какого-то человека если этот человек становится неким символом эпохи вот этой вот самой метафоры интуитивно временной эмоциональной через которую все примерно понимают советский союз времен 60-х это вот так вот это вот как магомаев а потом был высоцкий да вот уж тут такое еще из этого же интервью леонид парфенов говорит ну я близко к тексту вспоминаю потому что мы его разбираем со студентами типа они тогда снимали про знаменитости без контекста как будто они возникли из ниоткуда эти звезды он критикует журналистов которые снимали фильмы о звездах документальные без контекста парфенов критикует таких журналистов которые снимают вне контекста парфенов хочет встроить в контекст откуда они взялись а куда они то есть а где это на временной линии с чем связано появление почему они стали популярны на волне чего они стали популярны то есть вот это и есть тренды, тренды во времени. И даже, сейчас будет спойлер для студентов, которые будут Парфенова разбирать, ну ладно, вы же все равно не смотрите это видео. Халаты, байковые, стеганые, говорит Парфенов, употребляет, да, такие речи в своем интервью, и это не про сенсорику. Халаты, байковые, стеганые, это тоже символ эпохи. Почему? Потому что в то время у всех там были какие-то халаты, байковые, стеганые. То есть, это, может, не поймут я и мои ровесники, да, но там родители знают, что такое халаты, байковые, стеганые. Это не про сенсорику, это про то, как мы это время представляем себе. Или там, ну ладно, не халаты, а, к примеру, там, а помнишь вот купоны? О, купоны, помню эти купоны. Или там, а помнишь, вот мы колбасу доставали? О, доставали, доставали. То есть, просто дается какой-то символ, и там хоп, и такая распаковка ностальгии происходит. Вот это и есть как бы метафоричность вот эта эмоциональная, есенская. Все, погнали дальше, да? Значит, потом. Есенин реально способен влиять качественно на изменение эмоциональной атмосферы. Я сейчас прям сознательно прям остановлюсь на этом моменте и покажу, насколько это важно, нужно, полезно. Потому что вечно это как-то, знаете, так вскользь пропускается. Типа, ну понятно, эмоциональная атмосфера, все ее так или иначе создают какую-то там, да? Но нет. Интроверт, этик эмоций, интуит времени. Ну, иррационал основывается на чувствах, да? Тоже характеристика. Такая спайка функций, это же, это же прям насыщенно как. Это же прям, ну вот, та эмоция, которую он проживает, он может очень здорово в нее погрузить. Тут не нужно, как бы, опять же, смешивать все с уровнями сознания. Может быть, Есенин в невежестве, он вас в такую атмосферу еще погрузит, что не выгрузите потом это из своей головы. Но может быть и в благости человек, да? И он здорово проведет вам, допустим, чайную церемонию, как Олежка. Вот. Или проведет вам медитацию какую-то классную, да? То есть, а кто как не Есенин? Ну, кто как не человек с таким набором функций? Кто еще так может сказать там? А теперь проследите за внутренним голосом и ощущением того, как происходит вдох, затем легкая пауза между вдохом и выдохом. Выдох. Мягко открываем глаза, шевелим пальчиками. Да? Это же тоже атмосфера. Я не говорю, что там Дюма не сможет так провести, да? Ну, что-то такое. Но погрузить до какой-то степени, да, в настроение. Это же задача. Это же прям нужно сделать. Это само себя не сделает. Вот поэтому нужен Есенин для создания определенной атмосферы. Я не говорю, что всегда спокойный. Вот. Я как бы тоже как бы сейчас не куняю. Вот пытаюсь живить, да? То есть, это всегда своевременная какая-то эмоция. Дальше. Есенин может дать почувствовать ценность момента. Ценность момента. То есть, одно дело. Знаете, сейчас вот давайте не одно дело, а вот как опишу. Ну да, одно дело получается. Одно дело. Вы идете сами по городу, и вот что вам там привидится, то вы запомните и увидите. Но каждый опытный путешественник, особенно если он не Есенин, знает насколько город может раскрыть гид. Особенно если этот гид Есенин. То есть, одно дело, ты такой стоишь, ну я просто, да, фантазирую. Одно дело, ты просто такой стоишь, нет, понятно, если человек наполненный, глубокий, там, осмысленный, он видит, он видит всю красоту. Но не все одинаково способны насытить момент эмоционально. Не всегда этот момент раскроется. Для того, чтобы раскрыть момент, зачастую нужна какая-то атрибутика. И Есенин — это это также атрибутика, это также просенсорику, если это нужно для атмосферы. И вот я туры организовал, к примеру, да, по Крыму, Карпатам, там, Турции, Грузии. И друг у меня есть, Есенин, там тоже он туры организовывает. И мы прям сидели и продумывали, а как сделать так, чтобы в этот момент они почувствовали вот эту эмоцию? Чем надо наполнить вот это утро или вечер? Какими атрибутами? Там, турецкий чай, пахлава, там, я не знаю, там, кукуруза? Или там, воздушные шары, фотоаппараты, там, что-то, что-то? Или надо теперь готовить борщ турецкому султану или арабскому шейху, чтобы тоже какая-то эмоция интересная родилась? Или вот что надо такое петь и плясать, есть и пить, чтобы получилась именно вот эта конкретная эмоция? Или квест по городу, как там город, хотел быстро сказать? Джодхпур, голубой город Индии, да? Что там нужно такого делать, чтобы именно этот город прочувствовать? А надо фотографироваться с индусами и там накопить 33 улыбки. Да, это мы придумывали квесты. И к каждому месту, к каждой атмосфере ты придумываешь, что еще можно сделать, да? Какой атрибут добавить, чтобы эмоцию добыть нужную у человека, который отправится в этот тур? Или как нужно рассказать? Самое простое, это вот как нужно рассказать для того, чтобы человек почувствовал, что это непросто. Ну, мы приехали в Гюреме сегодня утром рано, высадились из автобуса, заселились в номер, там тапочки выдали нам, полотенца. Я спросил, есть халат у вас? Ну, говорят, сейчас принесем. Вот. А потом пошли покушали. Ну, было вкусно, чтобы вот не так было, а чтобы пришел Есенин и сказал, что он там скажет? Гюнайдин, Хошгел Денис, добро пожаловать в Турцию. Вас встречает рассветная Каппадокия. С минуту на минуту вас понесет воздушный шар, и вы увидите перебаджалары с высоты, и вы увидите три вулкана, и там, короче, тырым-пырым. То есть, передать ценности, силу момента, это же дорогого стоит, да? То есть, это же, это гид, это экскурсовод. Почему нет? Дальше. Какая еще польза от этого Есенина? И учитывая, что он интроверт, в принципе, больше можно говорить не о мотивационной роли Есенина, а все-таки релаксационной. Правда ведь? Ну, Есенин как мотиватор тоже может быть, но он, когда других мотивирует, он потом устает очень быстро. Вот я сейчас устану очень скоро. Я сейчас зарядил, но потом я буду пластом валяться. Я уже приготовился как бы валяться, и поэтому я спокойно вещаю, да? Есенин хорош, когда нужно успокоить и настроить темп и ритм жизнедеятельности. Настроить. Означает, вот здесь умеешь с ней немножечко, помедленней, пожалуйста. А вот здесь можно бы немножко подсуетиться, потому что как бы цыгль-цыгль. Он настраивает этот ритм, в котором зачастую Жуков или Наполеон или Штирлиц теряются, да? Потому что им чем больше успеешь, тем лучше, а у Есенина такого нет. Ну, типа да, но как бы соразмеренность какая-то, да? Какой смысл спешить? Да? Сделаем, успеем, как правило, в последний момент. Вот. И особенно, да, я повторюсь, это ценят волевые сенсорики, которые постоянно перегибают палку с чего-то деланием. Им как раз этот ритм выстроить очень даже не помешает. И это происходит само собой. Меня люди часто спрашивают, так, хорошо, я узнал, что я Есенин. А что теперь делать надо? Ничего не надо делать. Будь. Просто будь. То есть, все само произойдет. Или там, так, я узнал, что я Жуков, а как его дуализировать, Есенина? Скажи, что надо делать? Дуализировать хочу. Вот. Не надо ничего делать. Или там, а когда дуализация настала? Через 15 минут? Вот как понять, что мы уже дуализация? Не надо, ну, вы встретились, все, уже дуализация, не надо ничего делать. Вот. Короче, Есенин такой ходячий лаунж FM. Ну, иногда и живчик. То есть, этика эмоций делает его живчиком, когда необходимо, но это ненадолго. Это часика-полтора-два, потом сдулся. Вот как у меня. Просто, когда я сдусь, вы уже меня не увидите. Или сниму для вас сториз. Вот. С закрытыми глазами. Следующий момент. Упаковка, презентация и преподнесение. Ну, будем считать, что это одна такая, еще одна польза Есенина. Как и любой этик, а в особенности этик эмоций, он знает, чувствует, да, как бы, и это нужно развивать. Упаковку, презентацию, преподнесение. И это экстраполируется везде, начиная просто со спича, как о чем-то нужно говорить, когда. Заканчивая упаковкой, дизайном, веб-дизайном, там, интерьером, даже, даже. То есть, любая какая-то эстетика, да. И именно не просто такая глупая, пустая эстетика. Типа, цветное красиво, черно-белое некрасиво. Тонкая эстетика. То есть, развитие какого-то чувства сочетания форм, цветов, да, оттенков, полутонов, там, полутонов в музыке. Тут ля бемоль был или все-таки до мажор? Да, вот такие какие-то моменты. Вот. То есть, как что-то, что-либо преподнести. И сейчас мы плавненько, плавненько подкрадываемся уже к перечню сфер и профессий. Я думаю, как раз где-то в 21.30 я завершу. И, наконец, пообщаемся, поотвечаю на ваши вопросы. Сейчас, простите, видите, чат проходит стороной, вот, поскольку я погружен в вещание. Да, там что-то сегодня прямо гиперактивно, вижу, тема зашла. Ну и замечательно, замечательно. Такс, прежде чем я перечислю подходящие сферы деятельности профессии, вот что хотел добавить. Друзья, если вы хотите лучше понять Есенина, причем неважно вы Есенин или какой-то другой социотип, изучите также Штирлица. Понятно, да? То есть, если ты изучаешь противоположность, ты еще лучше понимаешь, кем является Есенин. Можно и дуала с этой точки зрения изучать, просто немножко по-другому это будет, да? То есть, нужно четко понять, что вот если Штирлиц, да, это про такое рациональное, сенсорное, деловое, локальное, логичное мышление, то у Есенина это наоборот. Это какое-то контекстуальное, интуитивное, эмоциональное, этичное, иррациональное мышление. Надо схватить, как он мыслит, да, какими категориями и понять, что это не лунатик, не космонавт. Это определенная метафоричность, это определенная эмоциональность, это определенное настроение, атмосфера, способность ее воспринимать и воссоздавать. И это нужно тренировать. Вот тут важный момент. Друзья, не думайте, что вот родился Есениным, можно в этой жизни не работать. Работать придется. Вот просто нужно выбрать ту сферу, где ваши эмоции оценят, где ваша способность к интуитивной метафоричности оценят. И такие сферы есть, и вот сейчас мы к этому и приступаем. То есть, грубо говоря, абстракция тоже жанр, за абстракцию тоже платят, да, и за эмоцию платят. И в частности, именно за эмоцию и платят в 21 веке особенно. Итак, подходящие сферы деятельности и профессии. Прежде чем я начну просто их перечислять и описывать, я хочу подчеркнуть, что все последующие профессии не пришиты к Есенину. То есть, если вдруг какой-то Есенин занимается 17 профессией, профессии, и ее не было в этом списке, который я сейчас продиктую, и он счастлив при этом, засранец, это не означает, что что-то пошло не так. То есть, эти профессии не пригвоздены к Есенину, а он к ним. Это просто примеры, которые показывают, какие функции нужны в этих профессиях, да, и по аналогии вы сможете достроить себе, а в каких еще профессиях вот что-то похожее требуется. Вот. То есть, грубо говоря, мы сейчас будем перечислять сферы и профессии, которые просто требуют вот таких линз восприятия, которые есть у Есенина. Давайте еще малюсенькое пояснение. Я просто так боюсь быть неправильно понятым, в хорошем смысле боюсь, мне очень хочется, чтобы было ясно. Поэтому мы еще чуть-чуть. Смотрите, есть линзовосприятие, давайте возьмем по аналогии, ну какую-то другую аналогию, типа этика отношений. И это линзовосприятие, соционическая, соционика, этика отношений. А есть сферы жизни, сферы жизни, не соционика, сферы жизни, которые ассоциируются с этой линзой восприятия. К примеру, этика отношений ассоциируется с чем? Ну, пожалуй, с семьей, с отношениями с психологиями равно ли это линза восприятия вот эти сферы нет сферы это сферы а линза восприятие это то как я вижу и описываю но почему мы ассоциативно связываем потому что в этих сферах жизни очень своевременные очень точны будут высказывания да или как это не знаю слова категории там есть понятия феномены там есть которая может описать линза этики отношений на которые обращает внимание линза этики отношений только ли этика отношений про семью и про психологию она вообще не про эти сферы она вообще не про сферы это просто линза восприятие понимаете вот но в этих сферах есть много материала много пищи для этики отношений поэтому зачастую какие-то сферы связываются точно так же как интуиция времени связывается с футуристикой футурологии или с историей интуиция времени не равно история но они связуем и потому что там нужно контекстно мыслить этика эмоций не равно театр и драматургия не равно кино не равно там ада но она как-то связывается потому что там нужно вот так видеть этику эмоционально вот такой пример причем смотрите вот чтобы этот пример был еще более понятен приведут такую штуку офигенные психоаналитики робес пьеры а где этика отношений а слабенькая а почему офигенные психоаналитики потому что структурное мышление очень важно для того чтобы разгрести бардак в голове потому что это очень важно чтобы эмоции разложить по полочкам понять что откуда происходит откуда какой сценарий жизненный течет важно структурная логика в сфере вроде бы этики отношений но нет такого сфера этики отношений вот есть просто разные функции разные линзы восприятия смотря через которые мы видим любые сферы жизни под определенным углом то есть грубо говоря в какую сферу не плюнь медицина образование стройка бизнес банковская система там экология экономика неважно везде нужны все 16 социотипов но каждый на своей роли каждый в своей к такой суп профессии каждый в своей профессии и так ключевая тема до под завершение на десерт сферы какие сферы подходят есенину и почему психология подходит почему потому что психология это в целом мир не материальный не сенсорный а у есенина как раз сенсорика слабая значит что-то интуитивное правильно психология там где нельзя ничего пощупать лизнуть потрогать это какие-то абстрактные понятия правильно если я не говорю сейчас по нейробиологию да там еще что такое тоже можно знать полезно но сама по себе психология она обходится без этого и тут есть этика для этого до интроверсия как способность погружаться в чью-то историю до интуиция все на своих местах для сферы психологии философия до философию можно осмыслять хоть 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 сенсорикой можно эту философию осмыслять хоть чем хочешь ее осмысляй потому что философия это просто воззрение о жизни это просто любовь к мудрости мудрость у всех разное но если говорить в чистом виде то это те же самые абстрактные понятия это тоже самое там нужна интуиция очень неплохо бы интроверсию имеет да ну в общем философия окей следующая сфера очень интересная я сейчас сферы перечислю вкратце а потом будем нырять в каждую из них брендинг бренд создание брендов люблю эту тему последнее время начал консультировать по этой теме бренд это идея которая с тобой ассоциируется это не про воронки продаж это еще далеко не про какие-то бизнес-технологии или что такое брендинг это креатив плюс психология плюс упаковка до оформления какая-то идея интересная все подходит прекрасно для есенина потом чуть чуть глубже нырнем маркетинг примерно та же самая история только там чаще часто больше цифр немножко есть хотя маркетинг это тоже большая сфера там тоже есть свои как бы нюансы вот креативный маркетинг очень про есенина может быть но именно вот особенно визуальная часть дальше история такая сфера не буду объяснять почему и так понятно да единственное что из есенина такой знаете немножко историк билетрист получается такой чуть-чуть вот как гумилёв кто знаком с его трудами да немножко такой вот налет билетристики ощущается ну гумилёва в принципе можно и и за ненаучность покритиковать вот там есть интересные такие гипотезы да про этих самых как они гумилёв а пассионарность да вот такие темы но все-таки история контекста мысли требуется да дальше социология в социологии очень много цифр но в социологии есть и психология и время шка так что и тенденции социальные нас и настроение социальные вот поэтому социология тоже окей да единственное уже с нюансами сфера образования но скорее всего гуманитарные предметы или есть такая классная тема геймификация образования популярная сейчас у меня два человека ушло уже с призванием геймифицирую образование такие вот кейсы на коучинге дизайн сфера развлечений искусства это все те же самые сферы где нужна этика почему потому что упаковка как это подать как преподнести не суть а именно как подать какую эмоцию должен вызвать бренд услуга товар ну и сфера развлечений да как бы сам бог велел то есть там где люди приходят развлекаться и платят деньги за ощущение эмоцию приходят платят развлеките меня не сидим как бы у него линза восприятия как раз этика эмоций почему бы не ну и всякий арт искусство и так далее да подходит по очевидным причинам теперь переходим к списку абсолютно конкретных профессий смотрите фотограф почему да потому что этика этика эмоций видит образы плюс метафоричное мышление очень креативный фотограф может получиться может получиться прям но он может мыслить интересно да то есть а давай ты вот так станешь так давай сейчас кристальчик приложу к линзе фотоаппарата давай какую-то атмосферу создадим этого утра не просто утра вот прям какой-то атмосферная на это атмосферные фотографии у него будут скорее всего какие-то эмоциональные атмосферные эмоционально не означает кто-то орет постоянно многих людей примитивное восприятие эмоций а означает нужная эмоция, нужная. Потом, сюда же оператор. И оператор в каком-то смысле чисто соционически лучше, потому что динамика есть. Фотография – это все-таки статика, а оператор, да, видеосъемка и монтаж – это же процесс, это же раскрытие атмосферы во времени. Вот, поэтому он может передать вот это, он может прям погрузить тебя, дать тебе атмосферу вот этого присутствия. Знаете, я вам сейчас поделюсь секретиком своим личным. Я люблю обрабатывать фотографии. Вот у меня прям, вот я не могу выложить фотку, чтобы она была необработанная. И я спрашивал себя, Андрей, а зачем ты обрабатываешь фотографии? Ведь, ну как бы, в реальности оно по-другому все. Ты хочешь солгать людям, но ты хочешь приукрасить, чтобы что? Чтобы люди думали о тебе лучше, или зачем ты делаешь вот это небо с зеленцой? А вот этот блик солнечный, ты его так усиливаешь, что он на пол фотографии, съедает всю фотографию. Зачем? Я практически не колебался, когда я дал себе ответ. Я хочу ту атмосферу, которую я там почувствовал, передать на снимки. Потому что камера увидела локацию, камера увидела свет и тень, камера увидела цвета. Но камера не почувствовала атмосферу. И мне хочется ее туда усилить. Мне хочется вот то, что я почувствовал, добавить. Поэтому я люблю обработать, чтобы и настроение там создалось какое-то. Я не знаю, как бы, что осознает каждый фотограф на своем месте. Я для себя так понимаю, зачем мне приукрашать. Мне нужно атмосферу передать. Дальше. Оператор, видео и монтаж, видеорежиссер и звукорежиссер. И озвучка, там, книг, мультиков, там. Это все, где нужно. А время, потому что везде есть, ну, интуиция времени. Везде есть кинолента событий. И в ней нужно хорошо уметь плавать. Где на этой ленте времени какие эмоции? Любое медиапродукт, любой медиапродукт, это нужная эмоция в нужный момент. Да, можно сказать, что это подходит также и Гамлету, но Гамлет все-таки экстраверт. Ему бы в кадре лучше быть. А вот Есенин... Не, он тоже в кадре нормально. Просто Есенин – это тот, кто интровертненько должен это сесть и смонтировать. Тот, кто интровертненько будет это все снимать. Вот, то есть он все-таки такой вот... Не знаю какой, не подобрал я слово. Короче, монтаж подходит, видео и звукорежиссура подходят. И я даже знаю людей, которые как бы в этой теме Есенины и весьма успешные. И видно, что вот как бы в этом они и находят эту фишечку. Вот, потому что в нужный момент нужная эмоция. Это работает идеально для Есенина. И смотрите, вполне себе профессия. Так что не прибедняйтесь. Человеком будешь. Смотри вебинар, Есенин. Мультипликатор. Почему мультипликатор? Ну, то же самое. Все, видите? То есть все, что связано с какой-то динамикой в кадре. Еще и с креативчиком, да. Еще и что-то вымышленное, да. Какие-то идеализированные миры, персонажи со своими эмоциями, да. Все это в какой-то динамике. Прекрасно. От рисовки до озвучки Есенин полностью может справиться. Опять же, почему? Потому что этика, потому что эмоции, потому что интуиция времени, образность, метафоричность, кинолента. Потому что чувство, да, не рационал, а чувственное восприятие мира. Суперски подходит. Дальше. Смотрите, сейчас будет сфера. Я уже обмолвился про нее. Хочу, чтобы вы почувствовали важность момента. Пиар, брендинг и маркетинг подходят Есенину. Кладя руку на то место, где у бесчувственного, мерзкого чудовища должно быть сердце. Вот. Пиар, брендинг, маркетинг. Почему это подходит Есенину? Потому что продает именно эмоция. Нравится это вам, не нравится. Люди иррациональные существа все. Но не в социаническом смысле, а в бытийном, в психологическом общем смысле. Мы сначала хотим, а потом уже разумом себе объясняем, иррационализируем, зачем мы купили велосипед за 60 тысяч. Личная история, личная боль. Он мне нафиг был не нужен, уже, слава богу, продал. То есть, сначала мы чего-то хотим, потом рационально подбираем под это аргументы. И так происходит большинство наших покупок. Они нерациональны, они основаны на эмоции. Мы, все бренды на этом построены. Давайте один короткий пример, чтобы как бы была понятна до конца мысль, и идем дальше. Потому что тема мною любимая, рискую задержаться. Уже вижу, задерживаюсь. Смотрите. Успешные бренды, успешные товары, услуги, продукты это всегда эмоция. Это всегда образность, метафора, эмоция. Говорю уже как Гведон Вишневский. Это Nike, just do it. Что за этим стоит? Просто ли это футболки? Просто ли это кроссовки? Нет. Это идея о преодолении себя. Это идея о победе. Это идея о преодолении лени. Just do it. Это в первую очередь направлено на профессионалов спорта. Да, и мы видим успешных спортсменов в этой одежде Nike. Но почему-то Nike носят и домохозяйки, и какие-то трактористы, и дети. Всем нравится слоган just do it. Всем нравится. Потому что всем нравится побеждать свою лень. Всем нравится быть победителем. А эта одежда как раз с этим ассоциируется. Хм, just do it. Пойду-ка и я прилягу. Поэтому продает эмоция. Хочу привести пример, где эмоция и метафоричность не используются, и это приводит к безрезультативности. Нету результата. На прилавке разложены овощи и подписано овощи. Ну, еще добавлено свежие овощи. Слабо. Ну да, овощи, но сейчас этим никого уже не удивишь. Мы как бы уже не в нижнем палеолите. Сейчас овощи есть, все нормально. Уже нужно удивить. А что за этими овощами стоит? А какая история? А какая легенда? А что продаст твои овощи? Вот, к примеру, там. Если я вам скажу, что по секрету манго употребляли царицы Египта. Клеопатру знаешь? Вот она очень красивая была. Очень. Клеопатра. Там. А там, знаешь, там. От этого фрукта вырастут кучеряшки. И будешь самой красивой женщиной в Борисской этой самой районной администрации. Да. Когда за каким-то, не знаю, простым манго появляется история о Клеопатре, о царице Египта, да. О том, что ты будешь самой красивой. Какие-то идеи нужно нагромоздить. Эмоциональные, метафоричные. Человек с радостью отдает свои деньги. Так что бренды – это всегда эмоция и это всегда образность. А это Есенин. Это и Гамлет, и Есенин. Поэтому пиар, брендинг, маркетинг – это прям подъемные сферы. Не нужно думать, что это про деловую логику. Там она чуть-чуть есть, но гораздо больше именно вот этих вещей. Вот. Я прям с кайфом остановился на этих темах. Считаю это важным. Дальше. Историк, да, уже обсудили, что больше как билетрист, философ, обсудили. А, журналист, писатель, блогер. В своем стиле, но журналист в своем стиле, писатель, да, то есть тут те же самые функции играют роль. Единственное, что журналистика в экстравертном понимании, да, больше подходит Гексли в классическом виде, да, потому что общение с людьми надо со всеми перетереть, перезнакомиться, да, или как там дуть, тоже экстравертища такой. Вот. В есенском понимании журналистика это больше про осмысление, больше про какие-то авторские видения, статьи, какой-то авторский взгляд, тоже про атмосферу какую-то, да. То есть это своеобразная такая журналистика, несколько субъективная журналистика. Вот. Затем писатель, блогер. Очевидно, да, я не буду тут останавливаться, потому что это такие классика жанра просто, да, для Есенина. Художник, дизайнер. Думаю, тоже. Ну, вот дальше, да, список профессий такой, что даже не нужно комментировать, почему Есенин. Музыкант, исполнитель, аранжировщик, психолог, социолог, преподаватель, педагог, уже говорили, да, гуманитарий, ведущий йоги, медитации. Чайных церемоний, музыкальных вечеров, презентатор, спикер. Трудновато много спикерствовать, я уже выдыхаюсь. Вот. Но все-таки зарядить публику там, да, на часочек вполне себе способен. Яркий пример. Я, правда, наверное, это будет немножко поспешно. Но у меня есть очень, давайте я честно скажу, у меня есть просто догадки, да, что вот, к примеру, Сергей Безруков, да? Сергей Безруков? Да. Вот Сергей Безруков, скорее всего, Есенин. Может быть, и Гамлет, но с большей долей вероятности Есенин. И тоже такой достаточно экспрессивный человек, да? Но не мешает быть интровертом, да, потому что мы знаем, что если у человека сильная и ценностная этика эмоций, то он способен весьма оживленно, да, зарядить там на часик второй, но это недолго. Но это ненадолго. То есть для Есенина также подходит и быть и экскурсоводом, и гидом. Просто это должны быть какие-то не очень большие группы людей, да, и не на очень длительный период, потому что уставаемость высокая от этой экстравертной общительности, да, он может быстро подустать. Я это на себе точно знаю, да, много водил разных туров. Вот. Сфера развлечений, ну там типа аниматора детского, да, вот, ну и дальше, куда фантазия пойдет, там, где нужно людям вот этот праздник сопроводить. Я сталкивался с сферой развлечений. Ну как, вот приезжаешь куда-то, не знаю, там в какой-то парк аттракционов. Ну ты пришел туда, ну, как бы кайфануть. Ты пришел туда, как бы с настроением. И стоит такая кассирша именно. Такая, что пришел? Руки, руки. Да сколько там? 10 гривен дать? Меня нету. Пересчитать. Что-то там, знаете, я сейчас просто от балды говорю, какую-то чушь. Ты пришел кайфануть, но там не должны быть эти люди. То есть там должны быть какие-то от и до какие-то приятные, интересные, там, я не знаю, эмоциональные люди, которые от и до сохранят атмосферу всего Диснейленда. Не должен в Диснейленде стоять угрюмый кассир. Все там должны быть веселые, потому что место предполагает. Та услуга, та, не знаю что, вот этот товар Диснейленд, он весь должен быть вот такой сочный, жирный. Там не должно быть таких людей. В метро можно, ладно, в метро. Но не в Диснейленде, да, и когда приходишь, а там такая тетя, вот, хочется уже слинять из этого Диснейленда. Вот, и в конце концов, еще пришла в голову профессия, да, нематериальная мотивация сотрудников. Вот давайте представим себе Есенина, который, ну, вот, вообще уже такой, то есть, большая, крупная, интернациональная, международная корпорация, мульти, какие-то транспортные, танкерные перевозки. И вот там Есенин. Но, он же там может быть в этой компании, но его роль будет нематериальная мотивация сотрудников, тимбилдинг, коучинг, директор по счастью. Он будет следить за тем, чтобы людям в корпорации было хорошо. И он будет думать, так, а что можно сделать для сотрудников, чтобы им было хорошо? И они, естественно, станут лучше трудиться, у компании вырастет доход. То есть, вроде он не слишком связан при этом с цифрами, да, и с КПД, и с продажами, но он делает там хорошо, и все лучше трудятся, и КПД тоже вырастает. Есть какая-то притча, давайте под конец притчи про Есенина. Так, и все, и ваши вопросики. Это, я ее, если честно, не помню, но я ее так вскользь суть запомнил. В общем, какие-то там, как это часто бывает в притчах, там 3-4 брата, неважно, пусть будет 4, пусть будет Квадра. И там они все трудятся, кроме одного. Ну, один в семье, не без Есенина. И все трудятся, 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 трудятся. Этот Есенин там то на дудке поиграет, то ходит комплименты им сыпет, то стих сочинит про какого-то брата смешной, и все смеются от пуза, да. Но каждый брат вечером приносит папе там помидоры, тыкву, аджику, там капусту, картошку, там тот какой-то там лавочка срубил. А Есенин возвращается постоянно там, не знаю, максимум с новым стихом домой. То есть ничего полезного, грубо говоря, не делает. Ну и, короче, в принципе с ним весело, но братья подсуетились, и там, короче, пожаловались отцу, говорит, слушай, папа, ну, не вариант. Такой у нас брат, конечно, мы ему говорим работы, и он, ну, никак. Вот у меня есть тоже друг Олешка, в сторис, кто видел это, прям с жизни, прям из притчи писано. Сторис был в Инстаграме. Папа строит дом и прям колотит там на заднем фоне, ну, молотком бьет, гвоздь забивает в какие-то деревянные сваи или что это. На переднем фоне этот Есенин снимает сторис, как он выбивает какой-то веселый ритм. Ну, то есть папа строит, а Есенин в это время там просто ритмы выбивает, как на этом, на Гоа, гуанские ритмы. Вот это очень такая яркая иллюстрация. И вот, короче, братья пожаловались на этого Есенина и говорят, ну, его. Ну, и папа такой зовет, такой, иди сюда, сын, пошел отсюда. Типа, не приходи, ты лентяй, вот когда иди, добейся чего-то в жизни, там потом поговорим. Ты, короче, всех задолбал. Не работаешь, иди работай. Ушел Есенин, и тут через какое-то время КПД понизился у первого брата, коэффициент полезного действия у второго снизился, у третьего, и через неделю все в депрессии. У всех все там, короче, ну, неинтересно, короче. Никто никого не хвалит, на флейте не играют, стихи ни про кого не складывают, никто не шутит, все, короче, как это, в цеху скучно стало. И все, и они поняли, что без Есенина колеса не вращаются, машина не едет, тыква, репка не вытягивается, картошка не выкапывается, редька не закатывается в банки. В общем, без Есенина и жизнь не та. Позвали обратно. Вот, друзья. Так что, я всем желаю, всем братьям и сестрам Есениным, найти свою вот эту нишу, где вы станете по-настоящему профессиональным представителем и репрезентатором своих ценностей, своих самых лучших светлых желаний и побуждений, своих сильных линз восприятий, этики, эмоции, да, и интуиции времени. Вот, чтобы вы нашли то самое место, где это ценится, и чтобы вы сами кайфовали от этого. Как это, как говорится, что, схавали Штирлица и Джеки? Если зверь полезный. Вот, спектр самореализации оказался довольно широкий. Давайте, друзья, ваши вопросы. Как Робеспьеру реагировать, когда Есенин все время что-то запрашивает и при этом еще и недоволен? Ну как, с любовью, обнять, там, поблагодарить. Друзья, вопрос не соционический. Вы, конечно, говорите, да, что как Робеспьеру реагировать на Есенина, когда тот запрашивает и недоволен. Но это же не соционическая история. Если бы мы были роботами, то тогда да. Но это глубоко человеческая история. Нужно понять, почему недоволен. Тут не спихиваем на социотип. Может, вы говорите про отношения, типа, этого заказа, да, какого-то, типа, что Есенин заказывает Робеспьера, и поэтому ему как-то от этого плохо. Но, опять же, друзья, смысл соционики не в том, чтобы мы, типа, поняли, что между Еси и Робом заказ и как-то начали, короче, этим манипулировать всем. Смысл в том, что мы в любом случае должны все проговаривать. И соционика, она не о том, что мы запомним у кого с кем какие суперэго, квазитождество и заказ и начнем какие-то автоматизмы. О, камера перегрелась. Замечательно. Какие-то автоматизмы. Кого из знаменитостей или выдающихся лиц вы бы определили как яркого Еся? Интересны ваши версии. Сейчас я вспомню тех, кого мы не разбираем со студентами в группах обучения, чтобы не спалить эти версии, чтобы они, они же должны их протипировать, да, и аргументировать. А я тут возьму, расскажу. Могу назвать Безрукова с большей долей вероятности, да, Сергея? С большей долей вероятности он Есенин. Яркий причем. Леся подсказывает Александр Петров, но я его не знаю. Но я Лесе доверяю, поэтому Александр Петров. Потом Святослав Вакарчук, в ком я еще уверен, и мы не разбираем их со студентами. Ну, так, чтобы именно... Понимаете, я хочу важно, пока Леся вспоминает, хочу сказать, что я же хочу называть вам сейчас не те, которых, знаете, просто на вскидку, типа, похожи, а я вспоминаю тех, чьи интервью мы просматривали целенаправленно для определения социотипа. То есть, все по-честному. Тех, которых я назвал, я прям слушал и вслушивался, да, что они там говорят, как говорят. Ну, или Леся, Александр Петров, да. Вот, поэтому не так уж и прям много знаменитостей я пересмотрел, а есть еще список из тех, кого да, кого знаю, но я просто не хочу говорить, потому что мы со студентами их разбираем. Или просто сейчас не все вспоминаются быстро. Дальше. Как Есенину построить бизнес? Смотрите, классный вопрос на самом деле. Может Есенин строить бизнес? No problem. Потому что бизнес понятие очень широкое. Бизнес понятие широкое. И Есенин может его строить, но видите, в бизнесе всегда присутствует аспект деловой логики. Не бывает такого, чтобы бизнес и без деловой логики. Поэтому, как бы, если бы мы могли выбирать в идеале какую-то вакуумную историю, знаете, берите себе сразу в компаньоны Бальзака, потому что неплохие отношения с Бальзаком, там интуиция времени ценностная, все очень похоже, но все-таки человек уже из третьей квадры и все-таки с сильной деловой логикой. Он, как бы, поможет понять этот мир бизнеса, да? И второй момент, какого-то надо деятеля рядышком, какого-то Жукова или Наполеона, чтобы кто-то вот импульс действия рядышком создавал, потому что два этих интуита-интроверта будут долго колупаться, поэтому нужно кого-то еще деятельного рядышком. Вот так создавать бизнес. А уже какой, какая ниша там, тырым-пырым, другая история. Вопрос в том, что Есенину очень круто в этом бизнесе быть именно заниматься пиаром, брендингом, маркетингом. Вот этими вещами. То есть упаковка, обложка, презентация, интересная реклама, как это все подать, преподнести так, чтобы человек ахнул, какую эмоцию вызовет наш бренд, наш товар, наша услуга, как сделать это более удовольственным, это удовольствие, как впечатлить человека, что актуально, какие тренды. Да, вот этими вещами он должен заниматься в бизнесе. Не воронками продаж и какой-то там рекламой, да, прям настройками вот этими всеми. И не бизнес-стратегией. Эти все такие тяжелые для Есенина вещи просто делегируем Бальзаку с Жуком или Бальзаку с этим Наполеоном. Или, ну да, и так оно как-то едет. Вот. Но, опять же, смотрите, бизнес, еще добавлю, что, ну, вряд ли тяжелая металлургия, правда ведь? Скорее всего, это какой-то лучше строить бизнес в сфере развлечений, либо в медиасфере, либо консультативная какая-то сфера, либо вспомогательная профессия. Ну, то есть, могут быть интересные варианты. Вот. Важно просто, чтобы это было не очень, не очень похоже на тяжелую металлургию. Так. Андрей, а у вас есть любимые писатели, философы города и места на земле? Мне очень нравится этот вопрос. Я бы очень долго на него отвечал, но он настолько не по теме. Так что, давайте вкратце. Много, наверное, много любимых писателей, причем нестандартно. Я не знаю, кто написал Багавадгиту, но она мне нравится. Вот. Ну, там не определен автор долго. мне нравится Стивен Кови, который 7 навыков высокоэффективных людей. Мне нравится, ну, не то, что как писатель. Просто, знаете, мне интересно не как писатель, а как просто психолог Лобковский. Мне нравится Юнг, но тоже не как писатель, да, просто это как бы мастодонт. Вот. Мне нравится Шолохов, мне нравится Борис Васильев, это военная литература. Вот как-то так. Философы. Мне нравится Андрей Макаров, ну, он современник наш, снимает на Ютубе. Мне нравится Бауместер, хотя я не всегда с ним согласен и не всегда его понимаю, но точно нравится. Мне нравится Татьяна Черниговская, мне нравится Ася Казанцева, мне нравится до какой-то меры Андрей Курпатов, он нас назвал информационными псевдодебилами. Он мне все равно нравится. Дальше. Хорошо, я с этим закончу, да, раньше были еще другие, которые нравились, но сейчас я их переоценил, переосмыслил. Города и места на земле Турция очень нравится, причем, ну, не та, которая в отелях, а та, которая за стенами отелей, вот такая Каппадокия, турецкие бухточки, маленькие морские деревни, Аликийская тропа, Стамбул, вот эти места. Ну, мы были в разных странах уже побывали, во многих, но вот там что-то как-то по родному. А занчики эти все, ух. Дальше. У вас будут видео про подтипы социотипов? Нет, не будет, потому что мы не признаем подтипов. Позвольте пару, пару слов о подтипах. Смотрите, я знаком с подтипами, но что чаще всего имеется в виду под подтипами, насколько я понял? Может, я неправильно понял, да, но смысл не меняется, потому что нет смысла в этих подтипах. Социотип есть социотип. Это линзовосприятие, она определяется по семантике речи в первую очередь, по дихотомиям, отчасти чуть-чуть по поведению, но, да, совсем там отголосками. И уже потом по всяким там физиогномикам и т.д. и т.п. То есть, это как бы третичные какие-то признаки, на которые ты не опираешься, а просто наблюдаешь их и складываешь у себя какие-то тенденции в голове. Но прежде всего семантика, то есть, как человек мыслит. И социотип всего один. Все. Две главные линзы, там две какие-то слабые. Окей. Что такое подтип зачастую в восприятии людей, социоников, да, или интересующихся? Это, когда есть основной социотип, ну, к примеру, Наполеон, да, по семантике он Наполеон, все там, наполеониска, наполеонистое, там проявлено волевая сенсорика, этика отношений, т.д. Но при этом у него, допустим, область интересов, какая-то Дон Кихотская, например, Наполеон, который вот любит там в науке покопаться, в теориях каких-то. Или, допустим, он какой-то такой, я не знаю, в поведении какой-то, какой-то чуть-чуть бестактный Наполеон. Может же Наполеон быть бестактным? Да. То есть, и у людей складывается такое впечатление, что вот есть социотип, а есть еще, ну, как линзы восприятия. И к нему пристегивается еще подтип в плане поведения, поступков и интересов жизни. И мне кажется, в подтипах нет никакого смысла, потому что, если линзы восприятия не меняются, человек как говорил на французском, так и остается говорить на французском, то есть, на главных линзах своего социотипа, на языке этих линз, то подтип по-любому будет меняться. То есть, мы всегда, мы в разные периоды жизни будем внешне, поведенчески похожи на какие-то социотипы. И тогда любители соционики говорят, а это горький смаз Кайгексли, а это Дон Кихот с маской Есенина, а это Штилиц с маской Драйзера. И как бы, то есть, смешиваются у нас линзы восприятия с качественным характером и поведением. Начинается каша-малаш, и уже непонятно, где тип, а где подтип. Поэтому я бы в этой истории не заигрывался. Есть социотип, давайте отсюда пользуемся по максимуму и извлечем. Вот. Дальше. Чтобы продавать свой продукт, нужно разобраться вначале со своими эмоциями, такими, как обида, стыд, вина. Ух, вопросище. Ну, это вообще не связанная категория. Я думаю, можно продавать свои продукты, даже не разобравшись со своими эмоциями. Просто тяженько будет на душе. Вот. Поэтому, что бы вы ни делали, желательно разобраться вначале со своими эмоциями. И перед тем, как продавать свой продукт, и перед тем, как покупать продукты, желательно разобраться с обидой, стыдом и виной. Это, конечно, дурные спутники. Так. Дальше. Еще чуть-чуть. И все, и расходимся. Александр пишет. Мне вот только интересно, зачем вы Достоевского так принижаете, как будто отбирая его сферы себе? Например, как можно было прописать ДОСТа в детский сад? Сейчас давайте по отдельности. Значит, Достоевского я точно не принижаю, отбирая его сферы себе. Я очень надеюсь, что я не обидел Достоевских этим, потому что я не забираю у Достоевских возможность заниматься детскими детскими садами. Вот. Занимайтесь дальше. И сферы, я не знаю даже, как на это ответить. То есть, принижения в этом нету, сферы не заберешь. А то, что сферы пересекаются, да, потому что это оба интуиты, интроверты этики. Им, в принципе, подходит и педагогика, и педиатрия в сфере медицины, да. Вот. Поэтому можно, можно. Как можно было прописать ДОСТа в детский сад? Там можно, а почему нет? Я думаю, прекрасно сочетается. Видеть потенциал ребенка, во что он может развиться, и еще и интересно его заинтересовать, развить его. Я думаю, это подходящая работа. Простите, если забрал профессию. Такс. Еще есть вопросики? Андрей, а у вас есть друзья техники, конструкторы, проектировщики, механики, технологи, программисты, математики? Кем вы хотели быть в детстве, какие у вас были мечты в детстве? Ну, друзей такого технического склада у меня как-то толком нету. Ну, у меня много клиентов таких, то есть, я с ними общаюсь, я знаю, что за люди. Много клиентов, логиков, очень много. И именно вот таких профессий. Все, что вы перечислили, уже у меня были, наслекомые атакуют. Вот, все эти люди были, но прям знакомых таких нету, друзей. Бухгалтер есть, да, брат Леси. Кем хотел быть в детстве? Я очень хотел в детстве управлять мусорной машиной, потому что мне очень нравилось, как эта клишня выезжает и начинает мусор так и потом заезжает, как этот Mortal Kombat такой, клишня. Такс, дальше. Нет, детский сад не для сенсоров. Детский сад это для этиков, в первую очередь. Ну, в смысле, преподавать лучше в детском саду, я думаю, этиком будет. Я слушала, что интуицию времени Есенин не совсем чувствует. Уже интересно. Потому что она базовая и в неосознанных вроде. Так, сейчас разберемся. Я так читала. Интересно узнать, как все-таки она чувствуется у вас. Смотрите, я все-таки постараюсь ответить не только, как я ее чувствую, да, интуицию времени, сколько более чуть-чуть объективно. Интуицию времени Есенин чувствует. Она у него базовая функция и он не может ее не чувствовать. Он воспринимает интуиции времени все 24 часа в сутки, да. Она у него в осознаваемых функциях, она не в неосознанных, она в осознаваемых. Но я понимаю, с чем связан ваш вопрос. Дело в том, что глаз не может увидеть сам себя. Понятна аналогия? То есть, если человек ну прям постоянно, воспринимает через призму эту интуицию времени, ему трудно самому это увидеть и понять для себя, поэтому в каком-то смысле, да, глаз не увидит сам себя. Человек может даже не знать, что он реально видит мир через интуицию времени. Это как была притча такая про царя, ну такого глуповатого чуть-чуть. Ему однажды мудрец сказал, что царь, а ты знаешь, как ты разговариваешь на самом деле? Вот все, что ты говоришь, это проза. И царь такой, нифига себе. То есть, получается, вот когда говорят с рифмой, это стихи, а когда вот я говорю, это проза. Ничего себе, он начал прям всем это рассказывать, да. И вот здесь как-то точно так же, да, Есенин может всю жизнь не осознавать, да, что он обращает внимание на интуицию времени и говорит семантикой интуиции времени, контекстомыслием обладает. В этом смысле это неосознанно, да, но если он это уже осознает, то это все осознает. Вот. Как это чувствуется, я уже описывал, простите, не буду дублировать. Описание интуиции времени озвучивалось в начале или в середине этого вебинара. Такс, еще один или два вопросика и все. А вот ощущение атмосферности, это белая интуиция, ну, это, собственно, тоже то, что я уже говорил, да, это именно спайка этики эмоций и в принципе этика эмоций бы обошлась уже, да, и самой собой для ощущения атмосферности. Но атмосфера это нечто такое образное, это нечто неуловимое, да, поэтому в чистом виде это именно этика эмоций плюс интуиция времени. Нельзя сказать, что атмосфера это... Господи, Иисусе, ты чего, брат, лети. Машка жора. Вот. Атмосфера это больше про интуицию времени и этику эмоций, нежели про сенсорику комфорта и этику эмоций. То есть атмосферу можно создать чем угодно, можно даже создать атмосферу армии структурной логикой и волевой сенсорикой, атмосферу жесткого контроля. Вот. Но если мы говорим об атмосфере как о феномене самом в себе, то это интуиция времени и этика эмоций. Подходит ли Есенину профессия письменного переводчика? Смотря какие тексты, я просто понимаю, что есть тексты устройства этого ядерного реактора, да, есть технические тексты. Вот такие лучше Есенину не переводить, да. А так, в принципе, переводить можно, да, почему нет? Особенно, если это что-то такое интересное, художественное, вообще прекрасно. И озвучивать тоже хорошо. Есть ли у вас любимые цвета для костюмов и философские идеи, образы, символы для них? О, классный вопрос. Вообще, так, надо вдуматься. Ну, вот костюмы немножко, наверное, не из моего мира слова, я не мыслю категориями костюмов, вот. Но, да, у меня любимый цвет темно-серый, я люблю сочетать его с каким-то желтым, вот видите, темно-серый, желтый, вот серый, желтый. Вот такое люблю. Или с каким-то там салатовым люблю соединять. Какие философские идеи и образы символы для них? Не знаю, слишком, наверное, абстрактно-метафоричный вопрос. Я Есенин, хочу сказать вам большое спасибо за все, за все ваши материалы, отношения Есенина и Гексли действительно интересны для меня, у меня они не получаются как-то. Ну, посмотрим, может, мы проведем какие-то штуки с ними на тему интертипных отношений еще. Все впереди. Андрей, а можно еще немножко раскрыть, как проявляется белая логика в ролевой? Ой-ой, белая логика в ролевой. Там такое же про белую специальку. И про белую. Что ты делаешь? Друзья, я отвечу, я сразу хочу опечалить, ну, не то, что хочу, оно само так получится. Готовьтесь, я вас буду печалить. Ролевые и ограничительные функции хорошо расписаны в теории, но пощупать их на практике не представляется возможным. То есть, мы просто знаем, что эти функции не ценностные, что эти функции в квадре, в квадре это не ценностная, сенсорика комфорта, к примеру, она не сильная, не слабая, ни рыба, ни мясо, и именно за счет того, что она не слабая и не сильная, мы ее практически не ощущаем, не замечаем, ее роль теряется. Вот такая история с ролевой функцией, с сенсорикой комфорта у Есенина, со структурной логикой, но на структурку хотя бы есть запрос, понимаете, там хотя бы есть активационная функция у Жукова будет. А с ролевой ограничительной это такие функции, которые средненькие, ни рыба, ни мясо, они не ценностные, поэтому я вам даже не могу сказать, как это проявляется. Как попало проявляется. То есть мы можем четко говорить о том, как проявляются в семантике речи сильные и слабые функции, а средние, вот на то они и средние, что серость, непонятно. Это практика, я вам клянусь. То есть мне не составит труда взять и зачитать сейчас шаблонное описание проявления ролевой функции. Оно даже на сайте есть, надо удалить. Но реально в жизни вы никогда не поймете, что сейчас человек говорит по ролевой. Он может говорить на тему ролевой или использовать семантику ролевой. но она вскользь промелькнет, да и побежит себе дальше. А в основном человек продолжит говорить по своим базовым творческим. Поэтому ролевая та и ролевая. Но спасибо за вопрос. Как это? Вопрос хороший. Простите, что я, может быть, такую эмоцию изобразил. Она адресована не вам, а ролевой функции и отношению к типированию по ролевой функции. Ребята, вы пропустили два интересных вопроса. Как Есенину не забывать про себя и чтобы близкие были в плюсе и чтобы он? И второе, как взаимодействовать Гексли и Сенину, чтобы не гасить друг друга? Как про себя не забывать и про близких? Чтобы... Тоже вопрос не соционический, видите? Нельзя сказать, что у Есенина один рецепт будет, как себя сохранить и родственникам угодить. А у Жукова будет другой ответ на этот вопрос. Это вопрос жизненного баланса. Опять же, давайте не смешивать соционику и жизнь. Так, и второй вопрос, да? Как не гасить друг друга Гексли и Сенину? А никак. Ну, то есть, они гасить будут друг друга в любом случае? В каком смысле? Что там же набор из неценностных функций? Но поскольку Гексли экстраверт, то, скорее всего, Гексли будет чуть больше гасить Есенина. Ну, в каком смысле гасить? Давайте, я не знаю, что у вас стоит за этим словом гасить. Я просто подразумеваю, что, как бы, заполнять эфир какой-то неценностной информацией, да? Соционически неценностной информацией. Чем наполнен, тем и будешь гасить. Вот. А поскольку это конфликтные квадры, то, конечно, будет гасить. Вот. И как этого избежать никак? Надо просто понимать, что то, что, то, как ты изъясняешься, скорее всего, не до конца понятно и ценностно для второго человека, поэтому изображать неценностные функции тоже нет смысла. И вот здесь в какой-то мере, да, поможет именно знание соционики. Если ты знаешь, что это не человек странный, а это у него функция такая интересная, специфическая, ты будешь с увлечением слушать, как же он интересно липечет-то по интуиции возможностей этики отношений, как же интересно-то он загнул-то по интуиции времени с этикой эмоций. Тебе с этой точки зрения становится интересно. Я так очень люблю слушать такими ушами конфликтную квадру. Мне не всегда интересно то, что они говорят, но как соционику мне всегда интересно, как они это говорят. Ну и отчасти тоже что становится понятным, то есть как-то так это происходит. Такой научный интерес включается. Все, друзья, буду прощаться. Спасибо вам большое за то, что дали мне возможность провести этот стрим. Без вас это был бы не стрим, а монолог психбольного. Спасибо вам большое за то, что вы принимаете участие во всем этом действии, за то, что вы проявляете живой интерес. Благодарю вас за интересные вопросы. Подписывайтесь, кто смотрит без подписки. Напоминаю, что недавно мы сняли до конца и смонтировали и выложили все четыре части Human Sociionic, там где 16 людей отвечают на одни и те же самые семь вопросов. Посмотрите, кто еще не видел. Там достаточно яркие классические представители своих типов. И недавно мы выложили первую в мире рекламу соционики. Первую в мире. До этого никто рекламу соционики не выпускал. Вот. Выложили сейчас доработанную версию. Мы сначала ее выложили такую сырую, накопили ваших мнений и учли их. Не все, конечно, но вот такие самые центральные мысли уловили, исправили и сейчас на канале лежит такая совершенная версия рекламы. Посмотрите, я надеюсь, вам понравится. Ну, кто не видел, конечно. Кто видел, еще раз посмотрите. Потом хотим, просто поделюсь планами. На вебинарах же нужно общаться, да, делиться планами. Хочется. Хочу создать на сайте такую страничку, где буду копить контент по функциям. То есть, как я говорил в начале этого вебинара, разные линзы восприятия ассоциируются у нас с разными сферами жизни и с разным контентом. Да? То есть, к примеру, в любом фильме можно найти все 16 функций. То есть, грубо говоря, посади 16 социотипов смотреть один фильм, конечно, они увидят там что-то свое, но мы не можем отрицать, что какой-то фильм содержит больше этики эмоций, чем другой. Что какой-то фильм содержит больше интуиции времени, чем другой, какой-то там интерстеллар, да? Или какой-то фильм содержит больше волевой сенсорики, чем другой, какой-то там боевик, да? И вот мы хотим по функциям наполнить такой маленький портальчик, такую библиотеку, чтобы каждый социотип мог найти себе что-то интересное. Скорее всего, вы где-то это уже все смотрели и видели, то есть, не то, что я буду добывать что-то такое очень специфическое, нет, просто хочется по функциям, знаете, так разложить разный контент, видео, аудио, какие-то книги, чтобы вы могли туда зайти и найти что-то либо по своим функциям, либо по каким-то функциям вас дополняющими, да, когда автор какой-то там Валевольсен Сорик написал Тихий Дон и ты там, ну, я не знаю, или какой-то Борис Васильев с большей долей вероятности, вот, такая тема. И объявление хочу сделать, что бесплатных пижамных вечеринок сейчас нет по причине того, что мы очень загружены, у нас сейчас очень много консультаций и очень много обучения всякого разного и две группы параллельно начали вести студентов два раза в неделю, одна группа, а так четыре раза в неделю, короче, и домашки их проверяем, инстаграмы введем, короче, это много у нас всего сейчас, поэтому бесплатных пижамок мы не ведем, но постоянно мы проводим какие-то интерактивы в инстаграмах, в лесеном, в моем, может быть, иногда тоже проводим, вот, то есть, какие-то типирования, фановые, иногда не фановые, иногда прям, вот, просим подписчиков семантику разбирать, так что, заходите, там всегда есть чем поживиться. Все, друзья, на этом благодарю за внимание, рад служить, АВ Аушра, и всем всего доброго, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok